Псс, смотрите, вся лента в тренде, вся, вся в Навальном, просто вся, вся, блядь, чуваки, просто вся, все просто, ну вот только вот этот вот едим самые кислые конфеты в мире челлендж прервал вот этот комбо-брейк, да, а так это, чуваки, просто полный комбо-брейк. И, видимо, раз пошла такая пьянка, то, видимо, весь мир ждет комментариев по этому поводу, в том числе и от меня, от мистера Лизарда, да. Ну хрен ли, раз ждете, то получите. Хе-хе-хе-хе. Попали на мой канал и вдруг внезапно услышали слово магия или слово астрология, от этого обкакались штаны и пошли бомбить из-за этого гневный комментарий по поводу того, что это все мракобесие, ненаучное, нелогичное, да. Чуваки, если что, вот так вот делать не надо, просто, чуваки, на моем канале это моветон, ведите себя культурно, в конце концов, чуваки. Вот, и так что, если вы в состоянии здесь оставаться, то я рад, если не в состоянии, то мне придется вас просто забанить, нахер вы тут такие нужны. Вот, ну, собственно, вам, наверное, интересно узнать, что я думаю по поводу вот Навального, его возвращения и вообще всей вот этой еботеки с Навальным. Сам по себе факт того, что мы в тренде видим вот такой ажиотаж, просто какой-то невиданный на Навальном, да. Он, по-моему, так не хайпил, даже когда выпускал свое расследование, где за ним гонялись, значит, спецслужбы, да, и пытались его отравить новичком, и вот это вся мазафака. Вот, по-моему, какая-то чаша хайпа, знаете, переполнилась, да, и то есть мы сейчас наблюдаем какой-то просто невиданный ранее просто хайп на Навальном, ну, по крайней мере, за последнее время я такого хайпа не видел с... он вам не Димона, вот, примерно, да, и при том, когда вот он выпустил свое расследование вот этого, я уже тоже тогда говорил, что типа тоже давненько он так не хайпил, называется, но сейчас он хайпанул так, что прям пипец, вот, и тут, ну, как бы, я начинаю задумываться, чё такой хайп-то, а с чего бы такой хайп-то, чё так всем внезапно стало так неплохой на эту проблему, или чё? Не, ну, блядь, понятное дело, что вот эта вся история с тем, что его внезапно сразу задержали и сразу повели его даже не в суд, а вот в отделение полиции, где стали устраивать над ним суд, это, конечно же, показательная история о том, что в России не работают законы, и все вот эти вот люди, которые, типа, должны тут соблюдать законы, они, в общем-то, нахую вертели все эти законы, это как бы и так понятно, я не первый день живу, как бы, да, и, ну, блин, я давным-давно об этом знаю, чё нового тут, в общем-то, произошло непонятно. Я при этом, чуваки, не говорю, что это что-то хорошее, что это что-то хорошее, что, типа, так оно должно быть, да нет, ничего хорошего, но с другой стороны, вот эта вся вообще история попахивает каким-то нездоровым, каким-то хайпом, да, вот хайпом, то есть вокруг этого создается какой-то ореол, какой-то сверххайповости, как будто бы происходит просто хер пойми чё, пиздец. Обосраться в России не работают законы, обосраться в России тебя могут посадить ни за что. Обосраться вот эта новость, ну, чё-то обычно, знаете, и так каждый день подобную, подобные новости, вон, и в том числе их тренды попадают, как бы, но сегодня прям, пиздец, у всех сорвало все клапаны в жопе просто, и, ну, вы увидели, значит, эту реакцию в трендах, да. И вот пока вот эти клапаны в жопе срываются, вполне может быть так, что это большая такая пиар-компания для того, чтобы просто мозги людям занять какой-то вот такой вот хуйней. Понятное дело, что, ну, пошли там уже митинги, там какие-то устраивают, но кто пойдет сейчас на эти митинги в мороз минус 25, чуваки? У нас он в Москве, пиздец. Выйти на улицу невозможно. Сейчас даже на митинги, чуваки, никто не пойдет за Навального. Вот, бомбить-то перед оком, конечно, в интернете сейчас будут. Это, конечно, святое дело, как же без этого? Кстати, может мне комменты на всякий случай отключить? Так, вот это хорошая, кстати, идея. А то нахер мне вот надо сидеть, читать комменты от каких-то левых вот Навальнят или там типа того. Ну, посмотрим, как пойдет фунши на самом деле, посмотрим. Я просто это самое... Вполне вероятно, что закрою, просто я не хочу петушню у себя читать какую-то в комментариях. Мне почему-то есть ощущение, что она тут должна быть, а может ее и не будет, хер его знает. Так что да, вполне возможно, что нас вот этим пытаются просто отвлечь. Так что да, вполне возможно, что вот эта вся история, она какая-то... Так что да, вполне возможно, что вот эта вот история, это просто какое-то кино, которое нам показывает для того, чтобы мы переключили свое внимание на что-то другое просто. Да, и то есть есть у меня ощущение, что вот в эти дни неплохо бы следить за какими-то менее распиаренными новостями, да, потому что как только создается вот такое медиаговно, которое вот настолько сильно хайпово бомбит, что все, блядь, начинают про это говорить, даже мистер Лизард, который вообще про астрологию обычно говорит, да. Вот тут есть основания подумать о том, чтобы вот не читать вот это как раз, да, не обмазываться новостями про то, как там посадили Навального и так далее. Вы лучше посмотрите какие-нибудь менее значимые новости, которые менее распиаренные, и мне кажется, они будут в большей степени отражать какие-то вот реальные процессы, чем просто очередной какой-то пиар вокруг Навального. Ну вот какое-то такое вот у меня мнение, вы можете быть с ним не согласны, можете быть согласны, а мне в общем-то похуй. Ну и вообще, на самом деле, вся эта история с Навальным, вот все эти его отравления, это, конечно же, очень мутная история. Я помню, мы на стриме недавно смотрели всю эту хуйню, я вот потратил, да, свое время на то, чтобы как раз вот с этим вот материалом его ознакомиться, как его там отравляли, как там за ним гонялись. Но, чуваки, по раскладам Навального получается, что спецслужбы это просто какие-то скудоумцы конченые, да, которые, ну, просто ведут себя как полные, блядь, идиоты. И это как-то вот тоже вот странно, да, то есть вся вот эта история вообще, в принципе, попахивает какой-то шизой, если честно, то есть. И я не очень вот в данной истории вот доверяю Навальному, я не готов воспринимать все, что говорит Навальный за чистую монету, чуваки, это точно, абсолютно, да. Вот, понятное дело, что кремлевские пропагандисты тоже несут какую-то хуйню и шизу, и то есть даже не пытаются уже как-то конструктивно вот рассмотреть эту ситуацию, да. И то есть мы уже приблизились к тому, что как бы тут уже просто происходит откровенная какая-то петушатня, да, что даже уже в суде не работают нормальные аргументы, что человека просто вот берут, сажают, ну, это типа ни за что там, и суд устраивает прямо в отделении полиции, ну, это уже, конечно, полный пиздец, то есть это уже показывает, что тут, в принципе, конструктива-то как никакого быть и не может, и тут на самом деле никакого конструктива изначально-то и не было, наверное. Вот, ну, по крайней мере, сама вот эта история с отравлениями какая-то не очень конструктивная, я не готов это воспринимать за чистую монету. Чувствует моя жопа, что здесь что-то не так, чуваки, что-то не так. И вообще это все похоже на какое-то просто сраное кино с клоунами на самом деле, вот. Хрен его знает, насколько вот они прям подставные такие, да. Может, тут все как-то более хитро устроено, что хер его знает. Ну, это чуваки все опять вот области конспирологии, да. Вот, по поводу конспирологии моя вторая часть вот этой беседы будет, да, вот по поводу вакцин. Итак, теперь выскажусь по поводу того, что касается вакцинирования, вакцин и прочей вот этой вот всей движухи, да. Ну, смотрите, тут сами знаете, кто высказался по поводу того, что вакцины, мол, вводятся для того, чтобы в итоге изменить геном человека таким вот образом, да. И то есть такое вот произвести воздействие с помощью вакцины на человечество, чтобы вот изменить геном, да. И, конечно, гены изменить вот таким вот раком. Что же думает обо всем вот этом мистер Лизард? Ну, мистер Лизард обо всем вот этом думает, что для того, чтобы делать настолько далеко идущие вперед выводы, ну, это нужно обладать какой-то, наверное, информацией, которая будет говорить в пользу того, что это действительно так. Потому что, как бы, я не вполне понимаю, на основании чего делаются подобные умозаключения, да. Ну, то есть понятно, что эта вакцина вообще не протестирована, ну, как бы толком не протестирована, да. То есть она находится в состоянии тестирования. Но говорить о том, что, короче, она влияет как-то там на гены человека, да, и то, а как влияет. То есть, что уже в этом поколении люди будут какие-то еблажокные, неправильные, или через поколение это будет хуйня работать, да. А как мы это узнаем, если нету никаких... Да сейчас даже непонятно, что она вообще делает, эта вакцина, да. То есть, ну, понятно, что вот плодить по этому поводу, как бы, конспирологию, да, что вот через поколение, или там через несколько поколений, а может через миллион лет, блядь, что-то такое-то случится. Ну, чуваки, я не знаю. Вот, я ни в коем случае не говорю, что вот этого быть абсолютно никак не может, да, может быть и может, да, чуваки. Но просто знаете, как бы, я кажется, наверное, знаете, понял, какую просто... Понял, какую фигню, что я все-таки не конспиролог, чуваки. Я вообще вот не конспиролог, и мне вообще конспирологический какой-то дискурс, он вообще мне не нравится. Вся вот эта конспирология, это какая-то такая вот мутная область каких-то догадок, про которую, конечно же, можно вот сказать, что, да, вот конспирология, это, ну, по сути, проявление настоящего критического мышления. То есть, да, человек только тогда критически мыслит, когда он мыслит конспирологично, то есть, когда он не доверяет окружающей реальности, да, и вообще ничему не доверяет. Но вот в этом случае я тоже включаю то же самое конспирологическое мышление, и тут тоже как бы его включаю, и я считаю, что, например, подобное вот умозаключение делает, ну, немножко, наверное, все-таки некорректно, да, потому что, ну, понятно, что, как бы, вот эти вакцины, они, наверное, не полезны для организма просто по факту того, что, как бы, природой не задумано того, чтобы ты вакцинировался вообще, да, природой такого не задумано, не должно быть такого, да. И понятно, что вот вкалывать эту вакцину, это не полезно для здоровья, но откуда, как бы, такие выводы, что будет оно вот так, тоже хрен его знает вот чуваки. И еще вот по поводу конспирологии, я все-таки вот скажу такую фигню, что у нас вот сейчас мороза, минус 25 накатило, тут Ольга, короче, высаживалась вчера на тему того, что это, в общем, мировое правительство устроило тут испытание климатического оружия, или типа того, для того, чтобы, короче, было более холодно, чтобы более хорошо шла коронавирусная атака, блядь. Вот, и вчера вот на полном серьезе из-за этого высаживался чуваки. Блядь, ну в какой момент, на самом деле, чуваки, вот должно быть так, что как бы, в какой момент надо остановиться, скажем так, во всей вот этой конспирологии, да, в какой момент? Ну понятно, что мы живем в мире, в котором нельзя вот воспринимать за чистую монету, блядь, Навального, там, коронавирус нельзя воспринимать за чистую монету, вообще нельзя доверять, блядь, никому, да. Ну и чё, теперь, короче, климатическое оружие, да, и, блядь, понимаете, вот с этими теориями заговора есть такая гибложопа, что вот бывают какие-то тупые теории заговора, да, типа, блядь, селептилоидов, да, или там, типа, плоской земли, вот, которые более-менее еще как-то вот контраргументируются, ищут так, что, ну, хуй бы с ними, да, и то, блядь, посмотрите, сколько каналов про плоскую землю, и там у них аргументов, блядь, у них там целые каналы про плоскую землю, да, вот, и там заявешься, короче. Ну вот, то есть бывают какие-то вот такие попроще теории заговора, в которые еще и никто не верит, да, то есть, допустим, плоская земля сейчас, это какая-то, это какой-то зашквар, да, то есть, в это уже никто не поверит, но зато вот что-нибудь такое про вакцины сейчас расскажи, в принципе, за неимением каких-то, вот, доказательств, да, того, что вот это будет именно так, многие, в принципе, думаю, не станут сильно вот возражать по поводу того, что этот вариант развития событий возможен, да, но у меня вот вопрос, в какой момент нужно остановиться, вот, в какой момент нужно остановиться, и в какой момент все-таки наступает ощущение, что все-таки все достаточно улетать в дебриконспирологии, вот в какой. И понятное дело, что да, это проблема, потому что ответ на этот вопрос каждый для себя определяет, каждый для себя решает, насколько ему глубоко нужно залезть в эту кроличью нору, интерпретации этой реальности, потому что истины никакой нет у чуваки, есть только интерпретация этой реальности, и, в принципе, все, что нам остается, это интерпретировать эту реальность в соответствии с нашими какими-то убеждениями, да, таким образом, вот, мы все глубже и глубже лезем в эту кроличью нору, а, может, для кого-то и не кроличья эта нора, а просто жопа, как бы, вот, ну, я думаю, что на этом я сегодняшний свой подкаст закончу, заходите ко мне на стримы, чуваки, фэн-шуй, и смотрите мои другие видосы, и неху писать всякую хуйню в комментах, а то забаню, короче, пока-пока.